Всем привет! Пришлось перезаписать аж 4 раза, потому что у Logitech, конечно, она крутая камера, все такое, но есть такая вот фигня, как звук не всегда пишется, причем это не только у меня, а еще в основном у индузиатников. А я не индузиатник, я у нас линуксует. Как-то так. Короче, если вы вдруг увидите, что у меня в видео нет звука, но я постараюсь в следующий раз уже все-таки не торопиться, а как-то более внимательно к этому относиться, раз уж я пытаюсь тут делать более качественный контент, благодаря, к примеру, даже к этой камере Logitech, благодаря одному подписчику, ну и как бы всегда старалась делать качественный контент, то как бы буду сама все-таки просматривать, но если получится так, что я вот выложила видео и не глянула, что там, тренды, что, но звука нет, вы мне пишите, пожалуйста, прямым текстом, Лёля, у тебя нет звука в видео, а не какой-нибудь такой подкол, типа я такой крутой, сейчас что-нибудь тут такое высру, а она нихрена не поймет, ха-ха-ха, зато мы все поняли. Я понимаю, что есть люди, у которых мозга нет, но они думают, что они охренительно умные, но это вот про тех, кто там что-то такое вот вякает в комменты, еще там мне какой-то коммент был, отфросит какой-то, но так как я видос делитнула даже с компа уже, то как бы я не смогу сказать, что это фроситом вякало. В общем, я была в атаке и в фикс прайсе, и получилось так, что я поехала в фикс прайс посмотреть одну штуку, но этой штуки не было. Но я увидела другую штуку, которую прям не ожидала там найти, ну и что хочу сказать, в фикс прайсе я не была два года. Атмосфера такая там очень жарко, мне почему-то всегда хочется коньки откинуть, там очень было жарко, сначала рукавички сняла, потом я шапочку сняла, я бы еще и курточку сняла, у меня кот, вот возможно было видно, вот он приднул на кровать, кто там жарко, у кота. Короче говоря, получилось так, что как-то все тот же фикс прайс, дофига всего. Ощущение, что ты на Алиэкспресс, только это вот прям у тебя все под носом, потому что что-то есть нормальное, а что-то есть не совсем нормальное. Конечно, там какие-то продукты, очень даже ничего, какие-то я бы в жизнь там не купила, и еще бы лет 100 туда не ездила, но вот как-то получилось так. К тому же он еще у нас далеко, вот такие я купила себе контейнеры, ну это не контейнеры у нас на самом деле, это набор форм для кексиков, они силиконовые, красненькие, были синенькие, были желтенькие, я хотела взять желтенькие, но почти у всех этих формочек были, тут 6 штучек, да, 6 штучек 55 рублей. Верхний, вот эта вот верхняя такая мисочка была, она как-то сжата, сломана или еще что-то такое. В общем, я долго выбирала, в результате увидела красное, которое нормальное. Когда-то я покупала звездочки, такие же силиконовые, это я подмылась и беру. 5 штук, кажется, 160 в чем-то они были. Вот тут 6 штук, кружочки, я именно кружочки искала. Они, потому что у меня осталось, было 2 кружочка, мне там дарила одна знакомая, но у меня остался один кружочек в результате, как-то так. И он уже такой, да ладно, он зышит, тут у нас 55 рублей, 6 штучек, вполне нормально. Но вот тот момент, что вот этот Алиэкспресс какой-то, где вот кот в мешке, когда заказываешь, вот такая же фигня, что вот что-то поломанное, что-то нормальное. В общем, вот такая штука. Я давно искала, нашла там. Меня как-то Оксана Шипанова просила сделать обзор вкусняшек, как я их пробую на камеру из Фикс Прайса. Ну, не то, чтобы я их все тут буду пробовать, но просто порекламливать, одни даже, возможно, попробую. Очень мне нравится вот этот сок мой, вишневый. Ну, кто не знает, Лёля любит вишню. Кто знает, что я люблю вишню, меня как бы не удивится моему вот этому выбору. Сок мой, так, 0,2 200 миллилитров, тут 12 рублей он стоил. Но я его еще не вскрывала, потом вскрою. Увидела случайно сгущенку. Обычно у них сгущенка какая-то, ну вот сгущенка. А тут сгущенное молоко, и состав нормальный, и сахар, и молоко. И тут у нас пол-литра, 55 рублей. Сделано оно в мою день варенье, на 14 февраля сего года. Срок годности у него 12 месяцев, если он с 0 до 10 хранился, градусов. И 10 месяцев, если я с 0 до 20, с 10 до 20. Но так как там такая приличная ожаренье, я думаю, что он уже, ну, месяцев 10, наверное, хранится будет. И после вскрытия 5 суток в холодильник. Я думаю, конечно, не знаю, успею ли я это за 5 суток выпить. Но посмотрим. Еще купила себе вот такую вот эту самую еду. Еда, еда, вот тут раз, два, да. 5 штук у меня было всего. В общем, вот эта самая картошка с беконом. Леда захотела отравиться. 12 рублей, по-моему, она стоила. Тут 30 грамм. Московский картофель. Мне кажется, все то же самое, что в обычных магазинах. Но что-то дешевле, что-то дороже. Вот это, наверное, дешевле, потому что, я не знаю, не видела я дешевле 20 рублей, наверное, с всяких там магнитов, вот такую картошку. Тут 12 рублей 30 грамм. Обычная нормальная картошка. Стоит задуматься, сколько она на самом деле стоит, если в фиксе она стоит 12. Такой пакетик. И вот купила такое масло. Масло для маникюра и педикюра в капсулах. Барбадосская спа. С витаминным комплексом. Тут очень много всяких масел сделано. Но 14 апреля прошлого года. Срок годности у нее 3 года, осталось 2 года жизни. И 170 капсул. Я его купила исключительно, так, кстати, 55 рублей. Купила исключительно, чтобы добавлять в свои эти эксперименты. Домашние косметики. Там воск для ногтей. Ну, воск у меня, правда, появится теперь для новых каких-то заготовок. Не раньше апреля. Но, может, тоже попробую в какие-нибудь там ванночки себе делать. Вообще, одну капсулу на 100 миллилитров, как тут советуют, растворить. А потом уже засунуть туда ручки или ножки. Цитата. 5-10 минут подержать. Ну и состав у нас натуральное масло виноградных косточек, авокадо, арахиса, буравчика, эфирное масло, лимон и апельсина сладкого, витамины АЕ и оболочка желатин, глицерин, лимонная кислота и ароматизатор. Я еще это не вскрывала. Вот сейчас перед вами странно как-то пахнет. Я вообще сначала думала, что это рыбий жир. Вот такое вот масло. Beauty Mania называется оно у нас. Кстати, Мирола. И вот я там не заметила в этот раз у нас этих обычных масел Мирола. Там как-то 50% оно поменялось. Оно как-то все переехало. Я тут целый час, наверное, ходила по этому фиксу. Что-то там все искала. Я даже в какой-то момент забыла вообще, что я ищу. Ну, в одно время, я помню, там были такие вкусные марципановые конфеты. 25 штучек в этой упаковочке. Очень давно уже их нет. Еще даже когда я 2 года назад была, их уже не было. Но вот финики за 55 рублей 300 грамм россыпи. Еще это есть вполне себе. Если что, советую. Ну и вот так я купила себе. Просто уж по пути зашла. Так как я уже в 125 раз это вообще в 4 перезаписываю. Вот такая упаковочка. 81 рубль с копейками. Такая же в 2 раза большая упаковочка стоит 156 копейками. И в большой, там 4 шоколадных и 4 с ароматом клубники со сливками. А маленькие вот такая же была тоже, только посмотри, упаковочка клубника со сливками. Тут у нас какао. Тут 40 грамм. Большое, естественно, 80. Оно было внутри вот в таком пакетике. А пакетик, внутри пакетика вот такая вот хренотень. И тут вот такие малюсенькие макаронки. Но я их потом захаваю. Так. Еще я себе там иногда покупаю нарезку. Вообще второй раз покупаю. Колбасу я очень редко ем. Иногда по праздникам у родственников или еще где-то по собственному желанию. Очень крайне редко. Ну, лет 6, наверное, не покупала и не ела. А тут что-то раз в полгода в атаке вдруг покупаю. Тут у нас 60 грамм. Это салями парма в сыре. Я, кстати, сама не сразу поняла, что это сыр. Потом уже, когда достала эту коробочку, этикеткой посмотрела. Кстати, брала последнюю нарезку. Короче говоря, 69,49. Грубо говоря, 67 рублей, 60 грамм, 67 рублей. Вот такое вот. У меня сейчас как раз в пакетике варится. Я думала с ними захавать. И нарезку сыра. Сыр по-шихонски. 45% жирности. 37 рублей, 84 грамма. Тут 4 кусочка. Вот иногда, знаете, очень хочется сыра. Но вот купил брикетик. И он у тебя лежит. Потом лежит. Кот его не жрет. Ты его не хочешь. Никто его не ест. В результате приходится выкидывать. Такой вариант, я считаю, вообще оптимальный вариант. Ну и что я тут на трендычала на 8 минут. Я надеюсь, что все это у меня все-таки записалось со звуком. И в следующий раз я буду повнимательнее относиться к быстрым видео. Быстрыми видео называют только. Которое я поставила на запись. Как раз вот на эту веб-камеру. И вырубил, залил. Всем спасибо за просмотр. И пока.